Пора забрать ядро и создать некий экологически кровопролитный аккумулятор. Всем привет, друзья! Это Истоки, я Лоложка. Поехали! И сразу добавлю, основа, то есть ядро, никаким образом не крафтится и находится почти каждые 2-3 серии. Правда, мы ни разу не добывали. Вот оно. Надеюсь, то, что вы помните, что это такое. А если все же нет, то посмотрите на этот данж. Да, это оно и есть. Ломаем погодный аккумулятор и, несмотря на то, что на моей кирке на данный момент шелковое касание, все равно падает не блок. Ого, ламы, здорово! Мы не виделись уже больше 100 серий. Помните, мне когда-то давным-давно на флягу нужна была кожа. Окей, давайте не будем о воспоминаниях, потому что трудности только начинаются. Нам понадобится гармонбозия и ядро наполнения кровью, и ничего из этого не создается из ЕМЦ. Надеваем спектральные очки, берем пирсинг и просто убиваем любого монстра, который превращается в душу. Или призрака. Да, скорее всего, так будет правильней. Прости меня, лошадка, но тебя завербовал какой-то зомби. О, это уже призраки. Далее мы нажимаем правую кнопку мыши и, по идее, убиваем. Та-дам! Выпала эссенция, которая даже на полу прозрачная. Авторы постарались. После этого добавляем измельченный самоцвет и... в итоге... А, это еще даже не гармонбозия. Возвращаемся домой. Здесь нас ждет наполнитель кровью, в котором лежит обещание упорства 3. Благо то, что лежит. И сколько там крови? А, ну делается и на том спасибо. Давайте пока время тянуть не будем и телепортируемся в книгу. Изредка нужно проверять, застревает руда или нет. Сейчас все нормально и сколько сли... Что? Полстака? Ничего себе. Ладно, сейчас тема не о валюте. Гармонбозию забрал и после этого добавить еще осталось ядро наполнения. Спасибо за то, что подождали и сейчас я слышал рычание зомби. Причем призрачного зомби. А, ну да, я спектральные очки не снял. Поставлю около любого пьедестала ускорения. Да, я знаю то, что сейчас вы не видите этих часов, но прекол в том, что достаточно перенести. Потому что мы постоянно переносим. Красиво. И какой-то дымок появился. Что он означает? Пока что не знаю. Зайти можно. И... О, не-не-не-не-не. Только не это. Неужели снова придется какие-то обещания упорства класть? Чисто ради эксперимента, понятное дело, я попробую, но это все равно неприятно. Дам, положили и сразу же забыли. Ё-моё, так это полноценная многоблочная структура. Весь этот дым означает, куда поставить специальные резервуары с кровью. Пипец. Можно выложить в ряд и в итоге будет храниться не по 16 тысяч крови, а по более. Типа 32, 48 тысяч. Нам это вряд ли интересно, потому что лишь бы разместить. А ну-ка, здравствуйте, а дайте мне мой шприц, который я не использовал уже несколько десятков серий. Э, что? Его тут и нет, может быть там? А, ну да, экстрактор называется, 88 тысяч миллибакетов сейчас хранится, это 88 ведер. О, да, все готово. Я уже заценил некоторые рецепты, и на самом деле они странные. Что это за дождь, что это за молния и так далее. Непонятно. За 25 ведер, то есть за... Да господи, драконидзе, ну хватит уже. Зашумелся, пошел в рог. Все, спасибо. Так вот, за 25 тысяч крови я могу положить сюда какую-то бутылку и сделается... Воу. Ну, во-первых, это красиво, а во-вторых, сделается биом. При этом не забывайте, тратится из каждого резервуара. Следовательно, придется каждый пополнять. Долго, муторно, но что поделать. Найдите здесь, пожалуйста, надпись биом. Прям пальцем тыкните. О, спасибо. Видно, река. Следовательно, здесь должна получиться река, да? А нет, что-то другое. Чисто ради эксперимента положил еще бутылку, но в этот раз добавлю пьедестал. Давай! О, так быстро, красавчик. И снова Лэнс оф Лейкс. Но это неправильно, потому что по идее там делается разное. Вот, сами посмотрите, мертвое болото, какие-то поля, леса. Но у меня получается одно и то же. Я все равно сейчас посмотрю, что оно из себя представляет. То есть, мне просто кинуть, да? Надпись биом говорит, скорее всего, только об одном. Мы тупо меняем сезоны. Давайте закинем сюда. И в итоге... Вау. Красиво ведь? Посмотрите внимательно под мини-карту. Помимо координат, там пишется название биома. Я отхожу с этой местности, и вот у нас уже мертвое болото. Дэээ. А здесь не окончательно река, потому что, опять же, я передвигаюсь, и в некоторых местах тоже меняется сезон. Обалдеть, у меня такая идея. А что, если скопировать эндер мир и перенести сюда? Неужели постоянно будут спавниться эндермены? На что не пойдешь ради контента? Под мини-картой написано The End. Скопируется или нет? Пожалуйста. Пьедестал поставлен, следовательно, быстро, и... Да, получилось. Что ж, это максимально крутая новость. И теперь, во-первых, я надеюсь, то, что ничего не вылетит, а во-вторых, я закину на лилии. Погнали! А? Поменялось? Да. Сразу обозначим границы, потому что я хочу кинуть вторую бутыль. Ага, вот здесь уже нет, следовательно. Бам! И... Э-э-э-э-э. Дээ. Вроде делаю такие простые вещи, но все равно приятно на душе, что получается. Не понял, а вот эти фиолетовые эффекты были или они... появились? Хм-хм-хм. Пока что уберем цветочки и подождем ночь. О, это было быстро. Какой эксперимент я хочу провести, думаю, вы и сами догадались, появятся эндермены или нет. Там тьма тьмущая и чё-то как-то нифига. Проходит много времени и не увенчалось успехом. Обидно. А ты что тут делаешь? Пошёл отсюда. Пузырёк с погодой. Стоит 2000 емц. И сейчас мы попробуем положить в аккумулятор, потому что тогда появится... Погода? Я не знаю, как это ещё можно сказать. Моё единственное солнце. Эх, я, наверное, первый раз не хочу, чтобы была солнечная погода. Где мой дождь? Пожалуйста! Давайте сейчас быстро перескочим на другую тему и обратно, иначе я никогда не вспомню. Уже несколько серий хочу изучить дронов. Запоминайте. Инженерия, биология, металлургия и логистика. Лесной мастер, чертёж исследования. О, смотрите, как долго. 80 минут. Нет, понятное дело, я сейчас подрублю пьедесталы, но смотрите, какую надпись ещё увидел. Модули. Ноль. Наверняка они влияют на исследователь и делают его быстрее, но, блин, ключом-отвёрткой не открывается. Может быть, тупо подставить что-то поближе? Допустим, вот, самое подходящее, вычисление. И крафтится просто. Придётся похимичить. Найдено. Подрубаем. И что, поменялось? Да, в принципе, вряд ли. Потому что, скорее всего, нужно ещё немного энергии поддать, а у меня генератор как раз есть. Держи, чувак, и угля держи. Сейчас осталось 30 секунд. Ломаем, проверяем. И... Всё ещё 30 секунд. Мда. И тем не менее, ваше исследование завершено. Теперь нам доступна строительная коробка лесник. Вот она у меня в руках, и что с ней делать, да фиг его знает. Она даже не ставится. Почитал, поизучал, на правую кнопку мыши плюс шифт он ставится только на станцию дронов. И, по идее, теперь он готов рубить деревья. Но деревьев поблизости нет. О, слушай, а из модификации на динамическо ломающиеся деревья ты увидишь его или нет? А? А? Ну давай, сейчас мы быстренько вырастим, только каким образом? Правильно, костная мука, получай! Он пока что вроде как не обращает внимания, скорее всего, из-за того, что это динамик трис, а не обычный дуб. Эксперименты на этом не закончились, я взял обычное, и он всё равно не видит. Наверное, потому что... А, да я не знаю, по правде говоря. То есть, даже генератор трудится, правда, энергию здесь некуда копить. Видите, ни одной шкалы. О, получилось, смотрите, он сканирует и только что вырубил этот огромный дуб. Оказывается, надо было тупо положить большую батарею. Стоило мне только порадоваться, подумать о том-то, что у меня дом состоит из дерева, но он его не ломает. Но, слава тебе, господи, потому что это, скорее всего, доски. Как у меня, бам, и вылетел Майнкрафт. Посмотрел логи и, как выяснилось, из-за лесного мастера. Блин. Прости, но пока проблема не решится, мы с тобой не увидимся. Посиди в станции дронов и... Ну, подожди. Заряженный продвинутый верстак. Я не знаю, что он делает, но, походу, создаётся с помощью обычного верстака и при этом молнии. Окей. Несмотря на то, что погода кое-как поменялась, мы сейчас посмотрим, положится или нет. Ничего подобного. Так, а если пузырёк? О, ты посмотри, и сразу солнце. Не сможем, скорее всего, так нормально зарядить верстак, потому что снег, блинский блин, а не дождь. Правда, если вы сейчас мне напишите, передвинь аккумулятор, это не поможет, потому что тупо сезон сейчас зимний. Видите, у меня даже на базе идёт снег. Поэтому придётся подождать. И чтобы точно быть уверенным, что всё нормально работает, тадам, сезонный датчик. Поставлю здесь, и сейчас ничего не работает, потому что нужен редстоун. Весна, лето, осень, зима. Опа, видите, загорелось. Это означает, что таким образом мы сможем проверять. Давайте сразу включим на лето, и как только здесь будет нормальный сезон, мы попробуем зачаровать верстак. Ну, а на этом мы будем постепенно заканчивать. Скорее всего, это первый раз, когда я прощаюсь во время снега. Во время зимней погоды. Огромное вам спасибо за комментарий с помощью, потому что благодаря им я понимаю, в каком направлении надо развиваться. И отдельная благодарность тем, кто не забывает ставить оценки. Несмотря на 108 выпуск, вас всё ещё много тех, кто даёт реально большую мотивацию. Чмок в пупок. А, да-да-да, не буду задерживать. И если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Уложка и зима. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok